Возьмите 98 человек, из них 8 детей. Почему происходят пожары? Отложите меня. Знаете, кто это здесь? А вот в нас пожароопасно. Что вблизи горит легко. Здесь одно, не подходите. Это гибель из-за любви. Замыкание электропроводки. Ну, здесь и проводится скучно. Это распространенное. Конечно. Или даже вот обрабатывать деревянные конструкции. То есть через время, а именно на один похожий. Ну, это будет короткое замыкание электропроводки. И ребенок еще и поставил клапушки, пистазы. Пожалуйста, только в фирме. Только рядом с антропами пользуются. Потому что получаете ожоги, травмы. Многие дети отрывают и пальцы, и глазки. И температура достигает 50 градусов. Если сигарета падает неподвешенная, нам сгораемой какой-нибудь. Таким образом, диван, столбан, камень. Сохранный МЧС набрать в туалет. И сообщить, что горит, где горит, ваш адрес. Во втором, запрещено. Есть фонарь, сведи не жалко, но с огнем не подходи. Трячка в спичке, вы же... А что это такое? Костер, когда вы работаете, это же не пожар? Нет. Потому что человек не может повлиять на жизнь и здоровье людей. Я бы хотела вам еще показать... Рукой здесь огонь. Нет, нет, нет. Здесь педагоги, здесь я разжигаю. Котер разжигает. Вот этот, главный, верхний, что за начальник? Это... Спасибо, днем. Нет, нет. Молодцы, прям молодцы. Вот что такое? Остается. А вас у вас? Три. Сто два мы звоним. Это куда мы попадаем? Три. Сто три. Возьми. Сто разжигает. А сейчас мы фильмы посмотрим. Да. Да. Как важно знать о том, что дети у нас не только читают книжки, не только учатся, но еще и развиваются многосторонне, то можно, придя только в нашу библиотеку. Потому что наш отдел первых-четвертых классов очень часто организовывает встречи для детей, чтобы они именно развивались. Не только прочитать конкретную книжку, не только узнать о героях, но узнать, как они действовали в конкретных ситуациях. Для этого есть наши кружки. Одним из таких кружков, который я веду, называется «Школа малюкиф-реативных кив». Но долго мы думали, как назвать. Именно чему реативных кив? Потому что они оказывают помощь. Как часто бывает в жизни ситуации, когда помощь необходима, а как оказать помощь или сделать самим нужные действия в конкретной ситуации, очень важно знать. На это направлен наш кружок. Я сегодня очень узнала, что у нас есть очень много разных знаков. Я не знала половину из этих знаков, которые вы сегодня показывали. Ну и еще я знала, мы узнали, по какому телефону звонить. Была очень интересная программа. Были мультики, которые учили, поучительные мультики. Очень много нового узнали. Было очень увлекательно. Спасибо большое. Нам рассказали, как нужно себя вести, когда пожар упал куда-то, или замыкнулась дверь, и по какому телефону нужно звонить. Огромное вам спасибо за такие встречи, которые дают еще раз детям вспомнить правила безопасности в общественных местах, на водоемах, на льду, в общественном транспорте. Правила безопасности с огнем, с газом. И еще раз огромное вам спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...